неохота была кончать потому что 80 процентов ролика закачано было уже все это забыл вот она вот он вдруг наш сидит давай поближе сереженька дорогой здравствуй рад тебе до вечера у нас вечер у тебя-то день еще рад тебя видеть им сколько пытаюсь ты видел мои мой фотоотчет поездки я в скайпе там выставил на но понятно но я-то я так и предполагал что ты простуды или все по основной болезни да ну уж это переживаю с наталья линь что это мы общаемся я говорю передавать ему хоть поклон да как там он и что да да вот но так и так все расскажет как есть то раз ну да я жарю у меня легкие они не работают не в ронхи легкие ну практически атрофированы мне если заболеть каким-то просудным заболеванием вот вот они 5 человек доме да они все переболели гриппом они все вот ходят кашляют друг от друга вы подразились а меня не берет она подходит на таблетки засыпает я говорю зачем мне таблетки меня господь нет господь я понимаю господь но все равно на выпьет таблетки я говорю ты маловерная и она на следующий день заболевает вот господь так показывает она-то вместе со мной все болеют а ее господь хранит она что за мной ходила ей тоже не дает гриб от ее просуды и она передо мной хвалится вот так вот видишь у нас как господь хранит уже 15 лет не дает никакой просуды ни гриба ничего вот и тут же дает мне таблетки быть навыкли а то все болеют я говорю ты что-то проговорил уж на господь хранит какие таблетки и господь ей дает гриб на следующий день прям показывает да поверь и ваш это будет дано вам что скажешь поверь и ваше она мне засыпает эти таблетки чтобы мама ублажить только до но переживает у нее свои переживания как я рад что ты тебя вижу и слышу потому что вот как побывал у тебя и как в воду я тебя от тебя никак не могу до тебя и лишний раз я боюсь к тебе как-то постучаться потому что беспокоить вдруг там действительно тебя вещь как раз и не до того было как у мамы мама у меня говорила рассказывала про свои болячки когда там тяжело ей было говорит не до детей вот ничего меня не интересует и дети меня не интересует никак а мне это обидно было думаю как это она меня так любит и тут вдруг говорит что она меня уже и не любит и не знает и не хочет даже видеть меня и знать обо мне не хочет эгоизм какой тут речь идет о в другом конечно когда болеешь так ни до кого действительно я вот единственный только у меня есть такие переживания конечно хотелось бы вперед ну что она пожила конечно вместе со мной потому что другому человеку допустим если я заберет а другому человеку ко мне привыкнуть очень сложно ему адаптироваться под мои вот капризы подо всем конечно конечно я я уже говорил татьяна лично берегите себя вы вот лишнее там не накручиваете потому что вас не будет как сереже даже самые близкие люди которые вокруг тебя они не смогут сделать так то что делает татьяна лично они кто ничего она же чувствует меня там по буквально по одному движению надо делать конечно она как руки и ноги мои вот а другие люди с другими-то людьми надо как на нее и где-то и рыкнул и все она снесла смиренно послужит человек кто меня там будет выносить он это самое но мне папа по морге ну для смирения опять же ну объясните как я не ругами не объяснишь ничего я когда к нему приехал говорю о сереже я его не видел с бородой да с усами какой-то мужественный стал прямо то он говорит а как мне это дается сложно это же меня раздражение и ощущение неприятные всякие но приходится терпеть еще одно терпение переходи на долго терпение сереже так я удивился он в носу держит эту самую деревяшку зубочистку зубочистку в борту держит и этой зубочисткой в носу себя там чешет вы не видели он я показывал как это делает так приспособился не противно смотреть я болею когда гляжу я вообразить не могу прикинуть себе я бы сняла нет организм не выдержал я целый месяц соплеил тут на мост пошел показывать василий племянник приехал там я перехватил и целый месяц с соплями доблюсь и хочу только совсем за не могу не как я сразу сергей вспоминай все подавился и тихо отполз назад лежит ты ходишь ходишь а он лежит ты встал на ноги поклонился он лежит не могу у меня такое впечатление у меня все болит сразу и я и ролики и люди тоже много звонить и грязь ролики не делаете а у меня вот сегодня делаю ролик один выставлен новый тоже все равно как люди ждут вот этого всего нового люди сегодня жаждут вот эти времена но когда жажда слова да где его где его вот сегодня этого анкрея ткачево сегодня слушают массовые люди ну да где его братья живое слово тем более чтобы еще и слово такое хотят люди чтобы без подвоха было чтобы оно как говорится ну не пробовать а живое слово было живое вот такая и беседы и пробовать и редкость большая хотел поделиться впечатлением от этого ролика который ты мне переслал под дом пашкова то саша дмуха вот смотрел сколько и вот до конца посмотрел и потом вспоминал вот я не могу признать я в нем в этом человеке не могу увидеть сашу это совершенно для меня другой человек я его с первой минуты до последний вот как будто вот совершенно другой человек нету там саши там даже порошинки от того саши нету меня просто я в шоке был от его действия от его разговоров мать его действий со своими детьми которыми как он их что он не хват прямо отправляет заживо да не то слово он не не себя они не других не жалеет и самых самых близких людей не жалеет вместе с собой тащит ват я вспоминаю я я его вспоминаю радостным вот просто это светились глаза это во всем во всех его движениях было рад было светилась просто радость а тут это сейчас многие люди которые отходит отходят как говорится и находят в собрании да ну много так и у баптистов и везде и у православных отходят люди то что ну не могут в собрании находить единомышленников вот и как-то и уединяются и вот такие одиночки и как еще с ними быть как с ними делать я себе не могу представить потому что я в собраниях то в принципе так по плоти не было никаких вот еще человека может смущать даже какие нужны допустим стимулы чтобы оставлять в собрании нет а тут сродство духа вот я был когда после тебя на следующие выходные я был в москве встречались мы с фотографиями еще переслал наверное этот слава или дима переслали тебя мы целый после были на богослужении а потом после богослужения было занятие после занятия мы пришли в кафе и сидели чай пили и и целый день мы проговорили уже темно на улице а мы все разговариваем какое какая близость душ понимаешь и находилась тема вы не разговаривали о болезнях мы не говорили не разговаривали чем-то сует на мирском а вот разговаривали о духовном вот люди чего я общаюсь с одиночками в большинстве люди еще смущает вот то что не принимают сегодняшних священников как правило рукоположение не верит в то что идет вот цель рукоположения да и то что отталкивает людей и сегодняшнее свящество такое недостойное люди просто ну я уж опускаю допустим иконы там мощи это все в расчет не идет а люди просто не верят что вот такое священство может держать в себе Господь у людей просто идет олицетворение священства с церковью то есть вот иерархия церковная а для них это церковь они не могут разделить мух от котлет что называется я говорю вы всегда смотрите кроме того что вы видите еще нужно смотреть и другое нужно видеть что соответствует истине а что не соответствует истине так что мы делаем какой где взять истину если это не доказуемо это опять же поверь вот цепочкой эту самую опять же говоришь там с баптистами да вот чем то ее невозможно доказать и казалось бы и они правы и мы правы и вот а где ее истину истина только в слове Божием потому и вера то от слышание слова Божия а если истины не нашли в слове Божием так ее и нету вообще нигде тогда а в иерархии что искать в человеке разве можно найти эту истину как человека как таковом если она если этот человек не живет по слову Божию так слове Божием и написано как правы должно быть священство оно сегодня никак не соответствует словам ну да понятно да но тем не менее надо видеть ведь далеко не все одинаковые священники тоже есть и другие другая категория священников которые почему-то видят одинаковых всех почему-то видят и одни одинаковые я раньше тоже я начинал на технике слушать это ученый говорит мне казалось что все такие хорошие священники а потом уже когда начало углубляться то они же народ не учат и ведут совершенно на другую сторону людей и какая же благодать так их может быть если они людей не учат пути о Божьем да ну а благодать и только Господь может сказать где и в каком месте благодать он когда псалмопевис Давид отступал и говорит дух твоего святого не отними значит то в какие-то моменты дух святой может отступать от людей ну не знаю я я сейчас только на Господа полагаюсь он последний раз плещался и этом этим я уже говорю господи я не буду ничего никаких судов творить будет пусть по воле твоей я говорю ты мне дай батюшу который уводит тебя пусть плещать я бы не плещал священник у него плещался а так я не знаю что делать а что тебе делать то ты находишься как бы вот ну как бы это сказать то не грубо чтобы звучало в идеальных условиях потому что мы да я я не за себя думаю я о людях я о себе у меня и мыслей вообще нету никаких я все о людях люди заходят вот на прошлой неделе парень один три часа ночи в деревне живут сейчас же что творится по всей стране мы не видим только в интернете вот если имеешь общение со множеством людей творится сейчас вообще идет вот раскол прямо буквально вот фильм посмотрите раскол вот то что происходило во времена этого Никона то как он во времена Никона вот один творится повторяется ну набирает с огромной скоростью вот это колесо набирает обороты свои сколько народу вот вот в это впадают вы даже представить себе не можете в деревне в деревне едут огромное количество ради того ну происходящего это в принципе неплохо да я за того что мы из городов уходили но вот творить вот такие вещи потому что я уже сам я раньше некоторые там говорил сейчас уже забыл я уже боюсь это что-то и духом похулить как-то вот так выступать против эмпатриархи ну еще не время как говорится оно придет это время когда уже чеаспик когда уже надо будет отходить но это время нужно в духе как-то его прозреть увидеть это время, понимаете? А быть раньше времени или остаться после времени это тоже как бы и вот это время не прозревать сегодня надо иметь особое отношение с Господом, чтобы не прозревать в то время потому что, опять же они же как раньше иерархи церковные, как они говорили вы не переживайте, мы вам все озвучим в то время а кто его озвучивать это будет, они уже благословляют эти начертания принимать кто его озвучит, когда они собираются озвучивать его никто ничего озвучивать не будет это будет, вот только Господь будет на сердце власть своим именно своим будет власть о тех временах информации конечно, те кто старается пребывать в Духе Святом, Дух Святой и научит увидеть это время ну да, вот стоим как раз на такой грани что придет Господь и испытать всех придет Господь и найдет ли веру и горе тем, у кого нет печати Божьей на желе горе или счастье потому что горе это кратковременное я не знаю, кому горе это кратковременное кому это пословица есть кому щи жидкие, кому жемчуг мелкий ну да кто в чем видит счастье и счастье и горе я не знаю народ у нас сегодня на Новый Вчера никогда Новый Год был я уже не помню стреляют всю ночь да, да орут веселятся я говорю Господи что творится а люди даже ни сном, ни духом не предполагают что на мир идет вот такая какая такая пагуба народ ну казалось бы сейчас на всех углах на всех перекрестках кричат, что ну идет Христос грядет в мир казалось бы ну как же не услышать это почему народ не проникается и никому ничего даже дела близко нет да начайтесь разговор выключайтесь разговор да он смит сидит уже то я что ли нет нет я переживаю за каждое слово устает Игна Пикнич устаете спрашивает ну конечно ну а что насиловать тебя а я кого да не сейчас я вообще говорю вот сегодня мне скинули материал один Головин Владимир из города Болгар часть первая Алищин называется ну мне говорят пятая минута то вы можете зарядить себя увидите там где-то и он обо мне говорит я знать не знаю ничего но скинул один человек из Белоруссии уже выставили и дескать вот отец Владимир про вас говорил и благодаря отца Владимира у него интервью дома берут известный священник а что он может сказать обо мне его на вопрос задает диктор как вам Счиславия приступает к вам или нет он говорит ну а что Счиславия кто я такой ты начинает вот Андрей Ткачев такой и сразу его фотографии или вот Дмитрий Смирнов второй показывает третий показывает и еще одного там Алфеев митрополитом четвертого патриарха что он от них берет у Осипов пятый когда он это все рассказал а потом и говорит тут можно даже было показать показать вот пару слов чтобы не добавить радыши-ка сейчас я говорю вот и где так постойте вот оно слова его будет видно а дома там увидите тогда пять знает священное писание насколько это верет маленько назад вот теперь слушай насколько грамотно богословски я с особым желанием слушаю слова владыки и лариона вот я думаю что глубоко будет наш патриарх я нахожусь всегда что-то очень важное глубокое слово можно других называть вот есть такой интересный проповедник он давно уже имеет место с восслужением Лапкин Игнатихович своеобразный проповедник надо прямо сказать горячий такой но насколько он знает священное писание насколько это конкретно он говорит сразу что-то конкретно вот такая книга библейская такая глава такой стих но когда себя сравниваешь таким чем тщеславец нет ничего поэтому говорит ну что вот что-то тот увидел а где у меня тут вот оно где но другие люди там отзываются как-то а я бы еще тщеславился но он об этом тут обо мне не говорит просто от тщеславия я-то видите к ним претензии имею ко всем почему они людей привязывают к себе они к Богу не к Слову Божию я как раз упоминал его уже не один раз и Ткачула упоминал как Андрей Кураев говорит Игнати меня по всем кочкам протащил я посмотрел я его 120 раз упоминал Андрея Кураева Андрей Кураев не верит что самые высокие горы были покрыты водой я говорю тогда это Евангелие от Кураева надо уже читать а не Евангелие от Матфея меня-то этим они в угол не загонят никак я должен сказать ну людям дайте направление к Слову Божию ты отошел и все погас а экран погас ничему не научился а когда прямо показано ко Христу он сам берет тогда Евангелие считает мне сколько пишут впервые я открыл для себя что Библия Слово Божие я все время долблю святая Библия святая и таких людей столько новых находится их надо у ног Христа усадить вот задача какая-то христос не верит в Христа для людей Христос это что-то земное прибитое в храме на гресте а Христа от небесного они не могут я вот сегодня разговариваю с человеком вот начинаешь ты веришь Бога а кто Бог Христос а ты веришь что Царствие Небесное что ты после смерти обретешь новое тело для него эта вера далека абсолютно Христа земного они верят а они без для них недосудны поэтому вот для них батюшка близкий такой нарядный красивый вот он и зачем присутствует да я вот посмотрел сейчас новый фильм поставили 10 серий а Григория Распутина 100 лет а со дня убийства а я видел хороший я хочу ты уже посмотрел его 10 серий 10 серий ты все 10 серий посмотрел я прям закрыл по Агрессии смотрел да хорошо поставлен ну да видите я уже отвечал на этот вопрос что в России не было большего пророка как он и момент смерти его за возьму я допустим 5000 лет никто о своей смерти не мог сказать как он сказал я уж не говорю что Нострадаму сам о нем и прочее дело в том что катаклизмы вселенского масштаба и предсказаны были в трех вариантах если убьют просто крестьяне ничего не будет или какие-то англичане американцы если убьют дворяне значит дворяне будут на 20 лет вышвырнуты из России если из царской династии будет кто-то под корень все будет бог вырубать вырубит все два года не прошло царя расстреляли это никто нигде никогда не говорил он единственный кричал папа не начинай войну не начинай замирись нет народ будет объединяться царь вообще ничего не понимал у меня раньше когда я беседовал с Александром Менем Дмитрием Дудко Глебом Якуниным я задавал один вопрос который для меня не совсем понятен был как царь такой умница мог знать с таким каким-то Распутиным а Распутина то ничего вообще не было более оклеветанной личности не было за мировую историю потому что масоны на базовском съезде поставили задачу дискредитировать и притом еще нигде не подтвердилось ни разу ни разу у меня вопрос теперь такой как такой пророк Божий мог знать с таким хилым царем у меня перевернулось все в голове как царь то кто он такой зачем он это начинал то и он ему сказал что будешь под корень вырублен со всем семейством если только ты сейчас царь меня не тронут 200 лет еще там 100 лет столетия будут династия стоять и теперь верят и это одно из ста пророчеств которые говорил это не из-за и и если теоретически то так царь бы чтобы поверил ему и у царя то были знакомы на остров мальту куда-то скрылся там где-то среди монахов чтобы никто его не знал нигде не нашли тогда второй вариант или там какой-то мой на три варианта было но случилось именно самая последняя страшная я смерть его пишет и фильмы снимают почему это от бога от бога это знаковая фигура за тысячелетия я до конца разобрался все вернем фильмы все что можно было посмотрел молясь канализировать не надо канализировать не надо вообще канализации не должно быть никакой но он от бога от бога это единственный в мировой практике человек который говорил отступить иначе сгорит все никто это не вильгельма никто не удерживал не николая первого не петра первого со шведами воевать никто никогда нигде все бою и воюй и он один был это подцепи с высшей мерой и масон и поставили знак дискредитировать и что они у было сказано он гулял распутничал проверки что еще не то двойника подсадили мама сон и там то еще что то ничего не было совершенно за ним не временное правительство создала специальную комиссию в которой был блок писатель поэт александр александрович и закончилась чем ничего не подтвердилось не то что он царисты там знался не то что там выдавал министров назначал все фальши казалось все абсолютно все до последней точки гитлера уж как ненавидят евреи но ну 6 миллионов холокост но я гитлеры масоны не сказали тысячи доли что они сказали распутине григорий пиво еще вот что это какая почему но от бога это от бога от бога значит этот человек особую благодать приобрел и нам же а нам что делать молиться больше ничего нам не дано быть внимательным но а вы не допускаете что грозного так живут а где виталий и он а в чем обвита это обвинили его что в скобе по 500 человек каждый день казнил это в житиях святых написано это жития святых никуда не делать каноны составлены о том как корнилию руку отрубил вышел благословлять он с крестом его руку отрубил настоятель псково пещерского монастыря это изверг был там клеветать не на что было зверюга зверь иван убил своего сына теперь что не было а за этим ничего не было кроме того что он паломнический группа ходил поклонялся не было ничего нигде он не покаялся за шахматной доской так и помер 6 раз женился у распутина ничего этого не было из святых которые по библии самые высокие это ездора у людей у православных у других это григорий ефимович распутин вот это две фигуры в равной степени ну в своем отрасль можно смотреть я это докажу в течение 1 буквально 1 часа любому притом сегодня все опубликованные вот он там и сексуальные возможности какие фильмы все это порнографии сегодня говорят все это не было и было по заказу ничего не было совершенно ничего не было хотя бы одно событие было подтверждено ни одного этих событий на него тысячи навалили святой черт там или адор там писал и другие сегодня мы насчитали какие фильмы нам стали речь идет о десятках фильмов лучшие артисты играли а потом все опровергали ничего не было то есть выдумка была сплошная но бог допустил избраннику своему пострадать я не знаю кто у меня икона его повесил я к нему как относился возьми гурьянов кронштадтский все относились в высшей степени положительно как святому распутина чья икона григория распутина покажи она да вы что с младенцем вот кто-то меня повесил уже много лет висит среди иконостаса но рядом со христом он маленький это иван покажи ниже на 2 рядом то протяни руку молоде рядом с нерухотворным образом христа посмотри а ну ну я понял 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 и кто это сделал не знаю меня дома не было кто-то проник сюда в комнату и это но надежда васильна кто еще я не знаю я не стал спрашивать висит значит висит дневной повешено но играл и играть из николай гурьянов вот он еще четверть века назад говорил что григорий распутин святой но он и о царе и ванне грозным тоже мы решим святой нельзя не может же он говорит что об одном истину а другом ложь потому что история говорит об его не грозным как можно сказать одна история как история он прозревал николай гурьянов еще там 25 может 30 лет назад когда никаких документов никто не видел но история тогда уже была в школе изучали убийство сына было или не было жития святых уже были написаны корнилия пещерского а этого вот уже никак нельзя как патриарх сказал алексей 2 тогда надо все переделывать патриарха задушил патриарх об этом говорю когда думали канады задушил он этого задушил зоны не своими руками на правил кто митрополита митрополита филиппа канонизировал тогда надо из канонизации убрать его митрополита первосвятителя по сегодняшему сказать патриарха это зверь был 6 бракососочетания только было хотя четвертого брака уже нету одно слово не так все под нож ну он разделил на земщину и опричину разделил страну а вот он руководитель хороший был как пётр первый антихрист хороший и главное фильме даже показывает князь серебряный он говорит ну а как же наш брат такой-то филипп я убил всего 2000 а он восемнадцать тысяч марфоломейскую ночь гугенотов то сравнил с чем до семнадцать тысяч каждый день абортов николай гурьянов говорила о том что ему казалось он ни одного события и жизни он не поминает сказали бы как рассматривать убийство филиппа ему не было я по частям делить буду он встречает его и благословляет благословляет крестом это уже ему руку шашкой отрубила его убил берет на руки понес отпевать но это то мы никуда не можем деть это это не советская власть писала это димитрий ростовский пишет нет тут разная единица он сказал сказал давай отбросим чтобы не было сомнений ничего нет никакого николая гурьянова не было но был григорий распутин единственный человек который удерживал россия в тридцатом году уже была бы на первом месте во всем мире по разбитию по всему не суждено было быть и все это царь николай взвалил на себя объединит взял на себя верховные главнокомандующие ну и что получилось а он говорил папа не надо не надо замеряй мировая война кончилась бы главное это это катализатор то россия была не германия начала войну а россия воевали то на австрийской территории если бы россия тогда вот пошла на такие высоты то антихрист давно бы уже в мире было бы это же наоборот что вот россию втаптывают грязь она является удерживающей переходу антихристы знаете знаете где сейчас европа находится это случилось бы еще раньше если бы россия тогда царя не убили уже бы просветание уже предположить чтобы было когда бы сады царь бы был верующий нас настоящий то верующие они курака не курил тогда и вопрос был бы другой мы говорим не вояка не куряка да он я солдат до гробовой доски ну вот и получилось он полковник был не положено это было воевать он его мобилизацию начал делать он в больнице лежал в атаре он год провалялся в больнице когда его хионе это зарезала было григория то я там был в его вместе в его покровском и вот оттуда телеграммой долбил его царя папа не начинай мобилизацию ему вильгельм говорил брат родной не делай этого не делай царь никак он разжег войну и сам сгорел в ней тут по частям если все разбирать а я себе так а россия была бы пришел антихрист да бог его знает пришел не пришел по крайней мере гитлер не пришел бы и тогда было бы русских сегодня минимум шестьсот пятьдесят миллионов не боялись бы там не игила никого 650 полмиллиарда сожрали демон вот так технология технологиями но если я никак не пойму почему падение россии способствовало ускорение развития технологии чему содействовано наоборот замедлил замедлил ускорение технологии ну то есть замедлил в чем европа-то с америка они развивались своим чередом а россия-то отстала и во тут удерживающая десница божия она только во всем правит как просто рассуждаем и ничего не меняем это другое было бы техника на семимильными шагами шагала россия был предполагаем что и были бы люди крепкие верующие сейчас мы видим что семимильными шагами мы движемся в направлении этом приближая приход антихриста подтянут россия найдут средства он уже сейчас за какой-то месяц я был в питере москве приехал барнаул уже барнауле в трамвае в троллейбусе электронная оплата проезда пожалуйста все уже близко к тому чтобы ликвидировать наличную день денежную у меня вот маша пошла в этот бербанк оплатить за квартиру коммунальные услуги и говорят уже требуют оплаты с картой уже наличные не принимают там не пожалеет денег дядюшка сэм на тоже на то чтобы нас подтянуть к этому общему уровню а он я вот смотрел я и на течение трампа последние его выступлений он хочет разорвать вот эти отношения россии с китаем и чтобы подтянуть россию в отношениях с америка и то есть чтобы россия как бы дружбу так а следом будет китай под брюще наше он над делами то и входит нам брюхо они давно рисует карту то до урала уже их территория ну вот и пожалуйста сейчас с трампом и замутят новый горовой порядок он трамп какой он рьяный резвый какой он сейчас быстро все вопросы решит и санкции отменит и все и дружбу наладит будем молиться только чтоб господь еще не отнял свою удерживающую десницу а уж как господь распорядиться не нам судить это только было в отношении неневии они не вообще россии или других стран я понял да слышно ему стоит слышно же ну чё там его у вас еще интересует ну ты уже устал наверное серёж давай отдыхай отдыхай дорогой хватит мы уже я рад что тебя увидел это игра техника инициативу проявил я говорю я уже измучился не знаю что думать как там у серёжи дела как уехал и не могу до него никак достучаться я ему написал написать скайпе я фотографии тебе отправил и каждый раз захожу как только в интернет обязательно зайду в skype посмотрю нет так серёжа ничего не ответил я я уже думал что чем-то тебя обидел сам в своем присутствии когда был у тебя или что-то сказал не так так что уж прости ради христа директор андреевич я амиды какие-то амиды еще и любви господь обижаться для кого-то обижать для меня это страшное дело я наоборот стараюсь залезать за собой все следы ну я я вот тоже это же пытаюсь сделать спаси тебя христос дорогой отдыхай мы уже будем прощаться с богом